Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия На рассмотрение и утверждение парламентариев будут вынесены несколько законопроектов, в их числе проекты законов о внесении изменений в региональные законы об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год, о ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и на деление органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов и другие. Карачаева, Черкесия отправила очередной груз для мобилизованных из республики, основу которого составляют медицинские лекарственные препараты. В дополнение к аптечке, которая выдается солдатам и офицерам от Минобороны России, подготовлен дополнительный комплект лекарств на каждого мобилизованного. В укомплектованных аптечках, закупленных региональным министерством здравоохранения, противовоспалительные и жаропонижающие, антибактериальные и противомикробные средства, антибиотики, регидрирующие и противоожоговые средства, а также спасательные термоодеяла, таблетки для обеззараживания воды из открытых источников и другие препараты, рассказал Рустам Иркенов, исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики. Даже банально какие-то вещи поступают, потому что буквально такие простые вещи, как гигиенические салфетки нужны, мы тоже там комплектуем. Сегодня тоже 500 коробок мы отправляем. Вещь вроде бы обычная, но действительно необходимая. Мы еще вместе с парламентом формируем тоже наборы мыльной принадлежности, шампуни, тоже будут большие довольно-таки коробки, где есть все необходимое. Мы в ближайшее время тоже это направим дополнительно. В принципе, эта работа на постоянной основе. Так можно отметить, что за последнее время, там с момента начала СВО было отправлено уже больше 500 тонн гуманитарного груза. Эта работа, она у нас ведется, я же говорю, в режиме онлайн постоянно. Обмундирование, теплые вещи, бензопилы, лопаты и ломы – это то, что приобретено по запросам мобилизованных ребят и то, что советовали военнослужащие, которые уже были в зоне проведения специальной военной операции. К централизованной помощи военнослужащим от Карачаева Чекеси подключаются и благотворительные организации, и предприятия, и неравнодушные люди. Так, наряду с лекарствами, ребятам направлены укомплектованные наборы предметов личной гигиены, сформированные фондом «Территория милосердия». Ряд предприятий республики сегодня занимается пошивом балаклав, шапок и шестяных носков для нужд наших солдат. Вместе с тем продолжается помощь мирным жителям Донбасса. На неделе был сформирован и отправлен очередной гуманитарный груз от Карачаева Чекеси, 6 тонн муки и столько же круп. Это лишь один из порядка 50 гуманитарных грузов от нашей республики, который направлен из региона с начала спецоперации. К общей централизованной работе от республики подключились и представители регионального отделения «Единая Россия», ОНФ, общественное движение «Мы вместе» и волонтерские организации. В Черкесске семьи мобилизованных горожан получают всю необходимую поддержку и помощь. По поручению руководителя региона за каждой из семьей мобилизованных жителей республиканского центра закреплен социальный работник. Сотрудники Управления социальной защиты населения города содействуют в решении бытовых, социальных и иных проблем родственников военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В настоящее время одной семье оказывается помощью в ремонте. По заявке второй будет организована консультация детского челюстно-лицевого хирурга. Семьи мобилизованных горожан получили региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Поддержка семей мобилизованных и в первую очередь нуждающихся в республиканской столице будет продолжена. В поселке Медногорском Урупского района прошел митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку президента страны Владимира Путина, специальной военной операции и военнослужащих российской армии, которые с честью и достоинством выполняют возложенные на них задачи по обеспечению безопасности наших граждан. Поддержать наших солдат и офицеров в числе прочих вышли ветераны правоохранительных органов и боевых действий, ветераны вооруженных сил страны. При этом в акциях в поддержку наших ребят, участников спецоперации, традиционно принимают участие немало молодежи. Сегодня вся страна, все россияне объединяются в общем стремлении поддержать национального лидера, верховного главнокомандующего страны. Мэр республиканской столицы Алексей Баскаев провел мониторинг благоустроенных в текущем году дворов города. Каждый год в рамках программы формирования современной городской среды приводится в порядок не менее 20 придомовых территорий, в текущем году их 25. Алексей Баскаев с коллегами посетил некоторые дворы по Гутякуловой космонавтов, которые ремонтировались в этом году и пообщался с жильцами многоквартирных домов. По его словам, горожане в целом довольны ремонтными работами, отмечают, что их дворы стали комфортнее и краше, но есть также жалобы и замечания. Например, жильцы многоквартирного дома на Гутякулово 28, 30 и 32 пожаловались на отсутствие бельевой площадки, недостаточное количество чернозема на клумбах. Эти недочеты подрядчику страниты в ближайшее время. Активные жильцы этих многоэтажек попросили также помочь им приобрести саженцы для зеленения двора. Мэр поручил управлению ЖКХ помочь в этом вопросе, а жильцы дома на Космонавтов 52 обратили внимание на то, что водосточная труба не подведена к ливневке. Здесь же по просьбе жителей рядом с детской площадкой установят еще тренажеры в планах отремонтировать тротуар, ведущий к дому, и установить дополнительное освещение. Мониторинг отремонтированных дворов будет продолжен. В следующем году власти республики планируют обеспечить покрытие сухопутной связью стандарта ЛТН на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, ведущих к туристическим и курортным назеленным пунктам, а также обеспечить возможность беспроводного широкополосного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi в 10% государственных образовательных организаций. В настоящее время в рамках проекта «Информационная инфраструктура» к интернету подключены 304 социально значимых объекта республики, сформировано и прошло тестирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на 26 участках мировых судей Карачаево-Чикеси. В этом году будет завершено формирование защищенной корпоративной сети для региональных органов власти. Предприятия Карачаево-Чикеси награждены золотой медалью на агропромышленной выставке «Золотая осень-2022» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства золотой медалью Министерства сельского хозяйства России. В частности, награждены племенной завод «Махар», племенной репродуктор «Магнат» и форелевое хозяйство «Уруб». Кроме того, золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» получили сады Карачаево-Чикесии в номинации «Плодоовощная продукция, ягоды и зелень» за груши помологического сорта «Ксения». 15 октября на главной площади Черкеска состоится традиционная осенняя ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 10-15% представят более 100 производителей Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. В частности, будет представлена продукция мясопереработки, огромный ассортимент молочной продукции, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и изделия мастеров народного творчества. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать заявку необходимо до конца текущего месяца, рассказывает руководитель Центра инновации и социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей, это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина 53. В Черкесске продолжается ремонт городской школы искусств. Напомним, старое здание 1936 года постройки нуждалось в капитальном ремонте. Реконструкция на объекте началась весной прошлого года, и сегодня это обновленное современное здание. В учреждении площадью более тысячи квадратных метров появятся классы для индивидуальных занятий, студия звукозаписи и современный актовый зал с большой сценой. А второе место после актового зала занимает огромный хореографический класс. В нем отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Предусмотрены также душевые кабины. Сдача объекта запланирована на конец этого месяца. Двое доверчивых граждан республики перевели мошенникам около 1 миллиона 400 тысяч рублей. 38-летнему жителю Черкеска позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ему сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 300 тысяч рублей, и для того, чтобы перевести деньги на надежные счета, якобы необходимо под диктовку совершить банковские операции. Заявителя убедили в том, что это поможет задирать злоумышленников. Следуя инструкции звонившего, мужчина 11 транзакциями перевел на разные счета денежные средства. Общая сумма ущерба составила 890 тысяч рублей. С аналогичным заявлением в полицию обратилась и 41-летняя жительница республиканской столицы. Введя потерпевшую в заблуждение под предлогом, что на ее имя пытаются оформить кредит, и в целях защиты сбережений женщину убедили перевести денежные средства на безопасные банковские счета. Общая сумма ущерба составила 495 тысяч рублей. Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Информацию комментирует заместитель управляющего отделения Банка России по Карачао-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. С 10 по 28 октября образовательные организации республики примут участие в региональной оценке по модели ПИСа. Согласно выборке федеральных организаторов, в исследовании будут участвовать около 2400 обучающихся из 116 образовательных организаций Карачао-Черкесии. Это 106 школ и 10 профессиональных образовательных организаций. В исследованиях, в частности, участвуют обучающиеся образовательные организации, попавшие в выборку, чей возраст на момент тестирования составит от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев, начиная с 7 класса. Исследования проводятся полностью в компьютерной форме. Участникам предстоит выполнить задания по читательской, математической и естественно-научной грамотности, а также ответить на вопросы анкеты. Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности с 10 по 20 октября проводит в регионах Юга и Северного Кавказа неделю киберграмотности. Вебинары и интерактивы пройдут для детей и их родителей, студентов и людей серебряного возраста, а также для всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников. Подробности у Дмитрия Мещерякова, управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии. Неделю киберграмотности открывает челлендж «Киберграмота» в социальной сети ВКонтакте и чемпионат финансовой безопасности. Затем в течение недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены. В частности, 11 октября в 19 часов пройдет родительское собрание «Как защитить ребенка от кибермошенничества». 12 октября в 15 часов эксперты расскажут о трендах мошеннических схем. И 13 октября также в 15 часов можно будет узнать о том, как защитить от финансового мошенничества старшее поколение. Прямые эфиры будут проходить на YouTube-канале «Финансовый навигатор». Также будет доступна запись вебинаров. В Карачаево-Черкесии появится первая студенческая ТВ. Проект «Студенческое телевидение» получил федеральный грант, который в скором времени будет реализован в полноценную телестудию на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Главная задача проекта – подготавливать компетентные журналистские кадры в регионе. Ребята с отделения журналистики и других факультетов планируют снимать качественный контент о жизни своего университета и других образовательных учреждений республики. Кроме студенческих новостей, руководитель проекта Бэлла Межаева мечтает запустить полноценный подкаст, который будет производиться не только в аудио, но и в видеоформате. Оборудование для студии уже закуплено, и совсем скоро выйдут первые новости студенчества, которые смогут увидеть пользователи социальных сетей, зрители видеохостингов и телеканала «Архиз-24». Международное объединение Алашара получило прокатное удостоверение на фильм «Три брата». Документ дает право на прокат фильма на территории России, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам. «Три брата» – первый в истории художественный фильм на абазинском языке. Он снят по мотивам сказки Таталустана Табулова, как «Три брата» князя обманули в рамках программы организации Алашара. Автор сценария, режиссер, постановщик и главный оператор Аслан Апсов дополнил сказочные произведения различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность. В первой половине дня дождь, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, а в горах местами плюс 5-10. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при порывах до 11-14. Столбик термометра поднимется до 16 градусов выше нуля. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова